Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Продаются двухкомнатные квартиры в жилом комплексе «Солнечный», расположенном в курортной зоне города-курорта Анапа, в непосредственной близости от моря, в тихом и спокойном месте. Компактные и удобные планировки квартир, благоустроенная дворовая территория, уникальное соотношение цены и качества строительства. Пионерский проспект 255-2, телефоны 48300 и 48333. Партнер программы новости – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ, новости Анапа-регион, студия Ирина Меркурьева. И смотрите сегодня выпуски. Городу детства – детские площадки, где в Анапе появятся новые качели, карусели и горки. Высокие шансы на высокий сезон. Интерес российских туристов к Анапе растет. Молоко сегодня в цене. Минсельхоз удвоит дотация для фермеров. Правила благоустройства при проведении строительных работ в городе-курорте должны соблюдаться всеми. Сотрудники муниципального контроля проводят ежедневный мониторинг закрепленных территорий. Застройщиков и подрядчиков, не соблюдающих требований, ждут административные штрафы. В селе Витязево уже началась подготовка объектов к следующему сезону. Строители спешат провести реконструкцию летнего кафе на улице Черноморская. С самого утра тротуар одной из центральных улиц села превратился в площадку для складирования строительных материалов. Пешеходам приходится обходить по дороге горы из металлических подпорок, деревянных досок и шлака блока. Кроме того, из некоторых досок торчат ржавые гвозди. Внутри самого кафе валяется различный бытовой мусор, а из фундамента торчит терматура. В свое оправдание строитель обещает, что в ближайшее время приедет машина и все будет убрано. Однако за складирование строительных материалов на территории общего пользования сотрудниками муниципального контроля был составлен административный протокол. И в продолжение темы. Ситуацию Витязева сегодня обсудил мэр Анапа Сергей Сергеев с главой сельского округа Василия Мапазиди. Летом сюда стекаются тысячи туристов со всей страны и сотни коммерсантов, желающих заработать на гостях нашего города. Нужна ли жителям Витязева такая зачастую недобросовестная конкуренция? А ведь это не только влияет на формирование доходной части бюджета, а значит и на финансирование социальных программ, которые действуют на территории Анапы. Это еще и новые рабочие места для жителей нашего города. Я преследую интересы анапчан. То есть, Василий Александрович, твой актив, твои помощники должны понимать, что приоритет мы должны отдать жителям Витязева. Не тем, кто приехал рубануть со Ставрополя, с Курской губернии, Карасьево-Черкесии. Совершенно правильно. Так, приоритет мы должны отдать жителям Витязева, чтобы они имели возможность заработать эти деньги. Нужно увеличить в целом для муниципального образования города Курсанапа сбор налогов. То есть, человек, который имеет магазины, я со многими общался, имел 2-3 магазина. То есть, уже как бы, не скажем, что он сетевик, но он брал в аренду, где-то у него свой был. Он сейчас закрывается. У него работало 10 человек, сейчас работает 2 человека. То есть, они сжимаются за счет того, что рядом стоит на улице точно такой же товар. Это один из приоритетных вопросов, которые вы начали, я продолжу, как бы, эту тему. Задачи по упорядочению торговли должны взять на себя не только власти, но и предпринимательское сообщество села. Еще одна не менее важная тема – экологическая ситуация Витязева. Местные предприниматели должны объединиться и взять на себя строительство локальных очистных сооружений на тех объектах отдыха, где их нет. В ближайшей перспективе – кардинальное решение проблемы – завершение строительства канализационного коллектора по Пионерскому проспекту. В Станице Анапской на улице Набережная в скором времени появится новая детская площадка. Не так давно администрацией города были приобретены три детские площадки. В комплекте и карусели, и качели – всего шесть элементов. В прошлом году на основе обращений граждан определили места установки. И сейчас работники Римстроя уже приступили к работе. Были определены места, три места. Это две – Станица Анапская и место – Ход Рутаж. С сегодняшнего дня Муниципальное бюджетное учреждение Римстроя начала работы по монтированию элементов детских площадок. Вот, например, за сегодня день, хотя погодные условия довольно-таки неблагоприятные, установлены два элемента. Это пружинная качалка и карусель. При нормальных погодных условиях планируем на установку каждой детской площадки затратить три рабочие дня. То есть в течение 10 дней площадки будут, соответственно, ледяной эксплуатацией. Только в прошлом году в Анапе установили 8 площадок. Детские спортивные сооружения появились на улицах Набережная, Новороссийская, в 12-м микрорайоне и в Ореховой роще. А также в Хуторе Красном, селе Цибанабалка, селе Варваровка и поселке Верхние Джамиты. А далее хорошая новость для фермеров. В федеральном Минсельхозе заявили, что господдержка производителей молока увеличится вдвое и превысит 30 миллиардов рублей. Из запланированных средств 8 миллиардов рублей планируется направить на субсидирование кредитов. 6 миллиардов рублей на возмещение капитальных затрат на модернизацию объектов молочного животноводства. 13 миллиардов рублей на субсидии за 1 килограмм молока. Приоритеты Нового года – строительство новых комплексов и поддержка семейных ферм. Факт, что для российских курортов и для Анапы в частности складывается благоприятная ситуация по привлечению отдыхающих, подтвердили социологические исследования Левада-центра. По данным опросов, 70% жителей России считают правильным отказ от поезда к заграницу. Из них 45% отметили, что сейчас посещать другие страны стало опасно. А еще 25% полагают, что от таких путешествий давно пора отказаться. Причем около 11% опрошенных ответили, что отдых за рубежом стал слишком дорогим. Исследование провели в 48 регионах России. В нем приняли участие более полутора тысяч человек. В Анапском корпоративном центре оздоровления прошел уникальный мастер-класс. Первоклассный сервис – гарантия успеха на работе и в жизни. Причем абсолютно бесплатно. Провел его управляющий элитным московским рестораном Егор Щербин. В течение трех часов бизнес-тренер делился своими наработками и идеями по развитию бизнеса. Для Анапы такие обучающие семинары сегодня достаточно актуальны. Егор Щербин считает, что будущий высокий сезон открывает анапчанам возможность продемонстрировать высококлассный сервис в сфере отдыха и туризма и заложить благодатный фундамент на будущее. Но придется немного перестроить мышление. Необходимо собирать руководителей предприятий и общаться с руководителями на эти вопросы. Потому что даже большинство сотрудников, большинство людей, которые живут в Анапе, в Сочи и на побережье, они очень доброжелательны сами по себе и гостеприимны. Если вы приедете к ним домой, вы это увидите и столкнетесь с этим. Но почему-то на работе они этого не проявляют. И здесь чаще всего это вина именно самой системы. А система наказаний, система, как у нас принято, не дай бог, инициативу человек проявил, его сразу же наказывают. Такого быть не должно. Инициатива должна поощряться. И даже более того, люди должны иметь возможность отойти от правил и стандартов. Они должны иметь возможность нарушить правила и стандарты, если это приведет к удовлетворению гостей. Необходимо решить и другую проблему. Ростуризм периодически выявляет случаи отправки российских туристов в Египет и Турцию, нарушающие указы президента, заявил сегодня глава ведомства Олег Сафонов на парламентском часе в Госдуме. Цитирую. Ростуризм организовал работу по анализу и мониторингу ситуации с точки зрения того, пытаются ли туроператоры через треть из страны отправлять наших туристов в Египет и Турцию. Мы периодически выявляем такие компании и считаем это недопустимым. Глава Ростуризма отметил, что данные о компаниях-нарушителях ведомство передает в МВД и Роспотребнадзор. Литр минеральной воды за 1000 рублей, салат столичный за 1300. Всего за скромный обед посетители сочинского кафе в Красной Поляне выложили более 10,5 тысяч рублей. Скан-копия чека появилась в соцсетях и собрала тысячи довольно нелицеприятных комментариев. Министр курортов Краснодарского края сегодня прокомментировал телеканалу «Кубань-24» скандальный счет. По словам Евгения Куделя, все дело в отсутствии конкуренции и задачи властей, цитирую, «оперативно увеличить количество точек питания, где хорошо люди могут поесть, и этот вопрос будет закрыт», заверил он. На этом фоне привлекательно выглядит Анапа с ее достаточно демократичными ценами, если, конечно, ничего кардинально не поменяется к началу высокого сезона. Ну а завершит выпуск прогноз погоды. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте, а я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Продаются двухкомнатные квартиры в жилом комплексе «Солнечный», расположенном в курортной зоне города-курорта Анапа, в непосредственной близости от моря, в тихом и спокойном месте. Компактные и удобные планировки квартир, благоустроенная дворовая территория, уникальное соотношение цены и качества строительства. Пионерский проспект, 255-2. Телефоны 48300 и 48333. Партнер программы новости – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин